Почему мы предпочитаем хозяйство Семена Реовича? В хозяйстве, будем так говорить, складывается очень большое количество этих особенностей, которые могут подчиняться человеку при выборе той или иной технологии выращивания. Ну а для того, чтобы как-то начать работу, хотелось бы заострить ваше внимание на том, что боговые культуры, которые относятся в том числе и ну, в настоящее время мало востребованы и, хотелось бы отметить, занимают небольшую структуру посевных площадей. Но если мы возьмем, скажем, посевные площади всех зернобобовых в России в 2019 году, то обратите внимание, на 79 миллионов и шестьдесятых тысяч ягод больше всего высевалось сои, горох сто тридцать пять тысяч, нут восемьдесят четыре, чечевица шестьдесят две и фасоль одна и восемь десятых тысяч. То есть это довольно-таки небольшое количество. А если мы возьмем с вами по структуре, то из зернобобовых это прежде всего горох 1,7 и соя. Но мы знаем, что соя в настоящее время лидер по занятию площадей из зернобобовых культур. Так вот, какие же биологические особенности у нута? Ну, прежде всего, на основании чего эти биологические особенности мы предлагаем? Прежде всего, это результат научных исследований прежних лет, в том числе наших отцов, он так говорит, дедов. И мне приятно, что в этой аудитории я вижу знакомые лица и коллег своих, и бывших наших студентов. Так вот, хотелось бы маленькую ремарочку сделать. Ну, вы все знаете, да, что последние годы многие родители говорят, что сдашь ЕГЭ, не сдашь своему чаду, а давай мы уйдем в СПО. Так вот, такая интересная особенность. Донской ГАУ с этого года открыл СПО по четырем направлениям. То есть мы можем после девятого класса, после одиннадцатого класса точно так же обучать будущих наших студентов, которые после СПО к нам придут получать высшее образование. В том числе и агрономумия есть такое. Кроме того, так же есть у нас три факультета, которые были, и в этом году у нас добавился экономический факультет. Поэтому, если кому интересно, имейте в виду. Ну, а теперь вернемся к биологическим особенностям. Мы знаем, что культура нут очень пластичная. Мы знаем, что это одна из самых засухоустойчивых культур из бобовых растений. Знаем, что она к тому же и холодостойкая. То есть парадокс получается, да? По засухоустойчивости, скажем, выдерживает легко вот те погодные условия, которые создаются практически на всей территории Ростовской области. Да не только Ростовской области, а, скажем, основная зона нутосеяния была прежде всего это Саратовская область, Волгоградская область. И в последние годы, лет 15-20, наверное, да, начали выращивать нут на территории Ростовской области. И дальше пошли Краснодарский край, особенно это Ельский район. Старопольцы начали возделывать. Буквально в прошлом году слушал работу кандидатскую по нуту, которая была произведена в Кабардино-Балкарии. Ну, то есть, вот весь шестой регион в настоящее время начинает выращивать эту культуру. Но есть проблема. Если у нас, скажем, недостаток влаги, да, то у них, как правило, избыток не в те сроки выпадает осадки, когда нужно для нута. Так вот, если мы возьмем, совместим биологические особенности, скажем, с различными элементами технологии выращивания, то нут, будем так говорить, гармонично вписывается в технологии науки. Ну, отчасти почему? Прежде всего, да потому что, ну, скажем, хозяйство у Семена Григорьевича, вы видите, осадки выпадает, но выпадает когда? И нужно их ловить. Поэтому, благодаря наутилу, мы что, сохраняем влагу, и нут более рационально ее использует. Холодостойкая. Вот не зря Семен Григорьевич сегодня заострил внимание на поле, что нут эта культура более высокопродуктивная, если мы ее выращиваем рано, то есть ранние сроки сева. А по наутилу, вы знаете, что если это, скажем, дисковый сошник, не так просто посеять в облажную почву. Вот поэтому Семен Григорьевич и стремился услышать меня. Спасибо ему услышал. И мы в настоящее время можем на 10 сантиметров сеять нут. Вы спросите, а для чего это? Так вот, в системе наутил нут очень гармонично входит после посева озимой пшеницы и является великолепным предшественником для той же озимой пшеницы. И к тому же, вы знаете, что борьба с сорно-полевой растительностью должна проводиться в посевах злаковых по двудольным растениям и в посевах двудольных по злаковым. Так вот, при выращивании нута Семен Григорьевич, используя глубокую заделку семенного материала, начал вычищать поля от, будем так говорить, злостного сорняка-дурнишника, который не берет почвник. Что мы делаем? Значит, при посеве в ранние сроки, а было озвучено, что до конца апреля посев нута в этом году был произведен. Но на большую глубину, и нут практически больше трех недель не всходил. К тому же было холодно. В мае месяц весь был холодный. Но сорно-полевая растительность с глубины 4-6 сантиметров семена взошли, в том числе и взошел дурнишник. И за 2-3 дня до всхода нута глифосатами эти сорняки были накрыты. Нут зашел. Ну, вот результат вы видели, относительно чистое поле, да, от сорно-полевой растительности. Хочу сказать дальше, что тот дурнишник, который позже всходит, он не успевает формировать семена. И я, кстати, скоро ролик выложу. Вы посмотрите на то, что не успел дурнишник, скажем, осемениться. И глифосатами он снова накрывается посева нута. И таким образом мы вычищаем поле, вот, в том числе дурнишника. Кроме того, есть и другие сорняки, на которые стоит ухранить внимание. И, естественно, убиваем сразу двух зайцев. Значит, посева зимой пшеницы уже в чистое поле от сорняков. Так вот, холодостойкость – это один из основных моментов. То есть мы можем посеять на большую глубину. И очень рано нут не боится всходу. Он даже предпочитает, скажем, до ветвления прохладную погоду. То есть более низкие температуры ему нужны. Ну, будет так говорить, с одной стороны, может, это недостаток, а может быть и преимущество. В начале период вегетации он медленно растет. Но это мы видим надземную часть. Значит, в это время у него развивается корневая система. И вот здесь стояли вопросы о том, что, может быть, стоит в нуте, в том числе, заменить аммофос на жидкую форму. Так вот, ответ вам. Дело в том, что нут корневой системы, которая, будем так говорить, формируется довольно-таки с глубоким проникновением почвы. Основная масса залегает на 35-40 сантиметров. Выделяются корневые органические кислоты, которые способствуют переходу труднодоступных фосфатов. И, ну, таким образом, не нуждаются, то есть нет проблем в питании фосфора. Точно так же скажу, что решена проблема питания азота. Что это такое? Ну, вот, кто смотрит сайт Агромаэстро, мы выложили один из последних роликов. Это апробацию донских сортов нута. И вы, наверное, видели, что Семен Григорьевич на поле вырывает одно из растений, и там есть здоровые клубеньковые бактерии. То есть это симбиотическая донфиксация. За счет чего это может быть достигнуто? Ну, прежде всего, за счет инокуляции семенного материала активными штаммами ризоторфина. Для нута есть специальные, специфические клубеньковые бактерии. И у нута клубеньки самые-самые крупные, их можно визуально смотреть. Чуть дальше я это все вам покажу. Итак, если же мы используем и биологический азот, и минеральный азот одновременно, что в этом случае происходит? За счет мощной корневой системы, поглощения основных элементов питания и плюс избыток азота. В итоге мы получаем вегетативную массу, но не получаем зерно. Зерно не формируется. Так вот, симбиотическая донфиксация для нута, можно ее запустить, ну, то есть это в течение, скажем, 5-7 лет, ну, с кальтипольной севооборот, запустить ризоторфин, клубеньковые бактерии, и если вы будете возвращать посев нута на 4-й год или 5-й, то эти клубеньки у вас будут работать, то есть они сохраняются без растения хозяина. Далее культура длинного дня. Вот почему я говорил, ранний срок села. У меня есть такие опыты, что, ну, я пытаюсь найти нейтральные формы у нута. Не получается. Вот если я сею в июне месяце, ну, то он практически дает вегетативную массу и не зацветает. То есть бутонизации фазы у него нет. Ну и способность накапливать белок. Так вот, эта симбиотическая азотфиксация или биологический азот позволяет получать зерно нута с высоким содержанием белка. А вы знаете, что это одна из проблем человечества натормить и белком, скажем, растительным, и животное происхождение. Так вот, с учетом биологических особенностей, мы можем разграничить, что центральный федеральный округ в основном сеется горох, приволжский это нут и чечевица, южный северокавказский горох и нут, сибирский горох вика чечевица, и в дальневосточном в основном высевается соя. Разновидности и белосемянный нут, и окрашенный, скажем, черный, коричневый, есть у меня и зеленые формы, и красные формы, это все дези. И бытует, скажем, в народе, немножко неправильное утверждение, что белосемянные это продовольственные, а все остальные нуты это кормовые. Я вам скажу, что можно и белосемянные использовать как кормовую культуру. И вот отвлекусь немножко, в настоящее время существует заказ. Вы знаете, сколько стоит соя или соевый шрот, да? Вот ко мне обратились свиноводы, говорят, у нас 27 тысяч свиноматок, а 63 рубля мы платим за килограмм шрота соевого. Помогите нам, найдите альтернативу в кормлении, в рационе, чем заменить белок. Вот мы сейчас работаем над чем? Что сорта, которые у Семена Григорьевича в настоящее время, скажем, размножаются, мы отдадим на анализ. Причем анализ будет не просто содержание белка, да? А еще и очень важно для свиноводства определить, присутствуют ли ингибиторы трепсина или нет. Вот если ингибиторы есть, все начнут, не пойдет. Ну, я знаю, что раньше проводились такие исследования. В настоящее время я попытался сделать на территории Ростовской области, и говорят, нет, отвезем в Рязан, а Рязан отвезет в Польшу, и только там примут решение, есть, как говорится, ингибиторы трепсина или нет. Может ли... А, я заканчиваю, да. Это основные моменты. Так вот, если у белосемянных не будет ингибиторов, значит, это будет, скажем, основной компонент для кормления свиньи. Значит, разнообразие очень большое. Обратите внимание, это только лишь часть того материала, с которым мы в настоящее время работаем. Значит, какие сорта новые? Это боковский белосемянный, антрацит и григорий. Вот, клубейковые бактерии так выглядят. Значит, пассив можно проводить и рядовой, и широкорядный. Вот, скажем, предыдущие годы нут выращивался по наутилу, видите, да, после озимой пшеницы. Вот так он выглядел, ну, скажем, фазу цветения. Боковский белосемянный, антрацит так выглядит. Это Семеной и Григорий. На этом коротенькое выступление мое. Заканчиваем. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. У меня вопрос. Вы говорите рано. Это про какую температуру почвы? И в какой момент? Восемь. Вы говорите рано сроки села или о чем? Да, да. Температура почвы. Скажу следующее. На температуру почвы, ну, как агрономы говорят, физически спелая почва, да? Но бывает такое, что почва спелая, а по наутилу она еще не созревает. То есть вы знаете, что позже созревает почва, если есть, скажем, органическая масса на поверхности поля. Так вот, эта сеялка позволяет сеять, ну, вот в данном случае у Семена Григорьевича где-то с 15 апреля уже сроки, в которые нужно начинать сеять нутр. И заканчивать в конце апреля. Чтобы не погнеться. Значит, я вам так скажу, что если семена без микротрещин, не больные, без фузолиоза, без аскакитоза, не заднеют, они просто напухнут и сумму температур наберут, проклемутся и будут хорошо развиваться. Константин, я, Константин Данилевич заложил эксперимент, я говорю, посеять. Мы на делянках сеем нут осенью. Услышали. Зимует даже. Заложили, намок, и лежит, ждет весны. Весна настава, лежит, терпит. И в апреле всходят. На какую глубину? Закладывали 3 сантиметра до 12. Везде одинаково. Даже интересно, всходит и развивается одинаково, неотличимо. Вот стоит 3-сантиметровый нут и стоит 12-сантиметровый посев. И вот весной, в ранние сроки, когда зелень начинает расти, они растут одновременно. Раскапываешь, смотришь. Там такой побег, а там такой. Ну вот, знаете, вопрос, все, наверное, здесь с этой культурой как-то встречались. На самом деле, там 3 главных проблемы возделывают. Вы их сами знаете, да? Значит, различные зерновки, аскохитоз. Серьезная проблема, да, у кого 4-ти пропадает, да? Часово. И саргивийки, и отсутствие гербицидов более-менее реально. Ну, вы видите, что в последнее время мерлинфлекс, он держит. Я вам скажу, да, отчасти есть угнедение, но оно незначительное. Это первое. Что касается... Это оригинальный гербицид, с ним как бы не все очень хорошо. Проблем не видим пока. Дело в том, что 1 сентября сейчас начнется. А в чем? А в плантаж оригинальный, он зарегистрирован на ноте. И как оно будет через церковь все это проходить, через церковь? Мерлинфлекс на ноте зарегистрировал. Это просто мерлин зарегистрировал. Мерлинфлекс на ноте зарегистрировал. А мерлинфлекс и на ноте зарегистрировал. Это уточнение такое. Что касается... Давайте я отвечу на первый вопрос, да? Что касается аскохитоза, кузариоза, скажу следующее, что антрацит и григорий, это те сорта, которые, ну, будем так говорить, толерантны к этим болезням. То есть коричневые, они, во-первых, более высокопродуктивные. Дольше у них немножко период вегетации и у них есть устойчивость к болезням. Если какие-то отдельные выпадают, даже без обработки против гнили. Ну, если вы услышали, сейчас работа ведется. Если со свиноводством все получится, будет очень огромный заказ для Ростовской области и не только. 27 тысяч свиноматов. Думаю, на них что-то. Пожалуйста, вы еще хотите. Какую стадию учить? В начале с укашек когда троять. Значит, что касается вредителей. Вредителей зерновок. Ну, прежде всего, вот, кого сейчас не спросить, все знают плотковую соку, да? В первую очередь. А нутовый минер, мы знаем? А гневку? Знаем? Так вот, имейте в виду, что мы на вот эту часть, на первую, на гневку и на нутовый минер не обращаем внимания. Но, скажем, это также снижает рожай. Я вот делал такие опыты, и когда у меня осыпались нижние листья, побитые, ну, будем так говорить, нутовым минером, нутовой мухой, да? До я не досчитался, там, где обработал и где не обработал, трех с половиной центнером. Я не знаю, для вас это мало или много, но я считаю, это серьезно, если знать цену, сколько стоит нут на сегодняшний день. Поэтому, я что рекомендую? Ну, дело в том, что у нас сейчас исследование проводится в том числе и по оптимизации минерального питания, и мы увидели, что в фазу ветвления и в фазу мутанизации, то есть дважды, очень эффективны не корневые подкормки нута, но не азотом и не фосфором, а комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы. Так вот, вместе с микроэлементами мы рекомендуем вносить и, ну, будем так говорить, перитроиды, которые очень легко поборются с нутовым минером, огнелкой. А вот, что касается хлопковой солки, скажу следующее. Значит, за границей запрещены неоникотиноиды. У нас они не запрещены. Ну, вы знаете, по какой причине там запретили, да? Курси? На пчелу действуют. Вот. Так вот, неоникотиноиды очень хорошо работают в красивых нута. Это первое. И второе, когда, ну, скажем, начинающий специалист приходит на поле, смотрит, нут красиво цветет, обе гусеники вроде как формируются. Он не обращает внимания, что там есть. Первое стадии гусеницы хлопковой солки, второе стадии, третье, четвертое. Вот он первую практически не замечает, что началась откладка яиц. И чем выше температура, тем яйца быстрее вылупляются и, как говорится, вредитель начинает интенсивно действовать. Так вот, как правило, нужно работать во время лёта хлопковой всовки, а не после того, как уже половину пассивов нута съедена вредителем. То есть вовремя нужно делать. Ну и второй момент, ну, скажем, я так считаю, что амплига, Семен Григорьевич, правильно использует. К тому же есть болей, такой препарат. Ну, шарпей, можно его легко использовать. Некоторые применяют Би-58, новый Би-58, он не действует, имейте в виду, против хлопковой солки. Ну и что там? Значит, что касается атерогена, я считаю, что это очень дорогое удовольствие. Шаман, шаман, шаман. Ну, я так скажу, вот всё, что то шарпей и аналоги, вот, это всё, всё подходит. Но лучше использовать неоникотиноиды. Вам достаточно будет одного раза в месяц. Но вовремя. Чёртый. 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 Чёртый.